11 июля на Чукотке отметят День рыбака. Во всех населенных пунктах Анадорского района пройдут массовые гуляния. Накануне праздника, посвященного предстоящей Путине, вселетовой вам был проведен обряд благодарения. А вот зачем, выяснял Владимир Сироткин. Под плеск волны к реке Чаек над Анадорским лиманом разносится древняя чукотская песня. Это просьба к силам природы сделать наступившее лето богатым на рыбный улов. Древний обряд жители Чукотки совершают столетиями. Они верят, что каждая местность, каждое озеро или река имеют своих духов. С ними лучше жить в мире. Все обряды, они несут такое вот действие, с помощью которых человек общается с духами природы. В каждой местности есть свой хозяин, и с хозяином нужно жить очень дружно. Мы никогда не знаем, какой у него характер. Единственное, что мы должны сделать все возможное, чтобы дух был к нам благосклонен. На небольшой дощечке уложены дары для земли и моря. После ритуальных песнопений старейшина проводит древний обряд. Мясо и лепешки летят в воду. Хвост и голова небольшой киты закапываются в прибрежную гальку. Земля кормит море, а море – землю. Такой смысл ритуала. Первую пойманную рыбину привязывают к веревке за жаброй. Старейший рыбак ведет ее вдоль берега, чтобы она призывала своих братьев и сестер. Считается, что если обряд в День рыбака выполнен правильно, то весь год будет с рыбой. Сегодня мы делали обряд первой рыбы. Это значит, чтобы этот год рыбалка прошла удачно, чтобы много было рыбы, обеспечить их, и чтобы было благополучие в семьях, начиная от старших, родителей, дети, которые будут им помогать. Рыбы для коренных жителей Чукотки – одна из важнейших составляющих рациона. Кита, горбуша и нерка поднимаются по рекам на нерест и преодолевают сотни километров. И береговые оленные чукчи – отличные рыбаки. Они издревле ловили красную рыбу и заготавливали ее впрок, причем без соли. А вот многими сейчас любимую икру коренные жители Севера игнорировали. Вместе с потрохами она летела на корм чайкам. Бабушка учила нас рыбу ловить, дедушка тоже. Мы с ними ходили на рыбалку постоянно. Помогали им. И разделывают, учились. Правда, на маленьких рыбешках, но все равно же научились в свое время. Пока мужчины вновь заводят сеть воду, женщины уже завершили разделку улова и успели сварить первую уху. Она отличается от традиционной европейской тем, что в ней только вода и рыба. Специи в первую похлебку на берегу не кладут. Возможно, они и не нужны. Из свежепойменной киты бульон получается жирным, насыщенным и очень вкусным. Ну а весь последующий улов уже можно будет обрабатывать как угодно. Жители Чукотки в этом мастера. Красную рыбу здесь и морозят, и жарят, и солят, и коптят, и маринуют. Пока у берега Анадорского лимана всего несколько сеток. Основной ход лососевок должен начаться недели через две. Насколько он будет обильным, зависит, возможно. И от того, насколько хорошо был проведен ритуал благодарения в День рыбака. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.